Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов. Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал. В том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты, которые сейчас установлены. Когда рождаются третьи и следующие дети, назначаем ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Правительство будет и дальше софинансировать часть расходов на эти выплаты для тех регионов, напомню, сейчас 65, где требуются дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6%, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке. Кроме этого, государство будет погашать 450 тысяч рублей из суммы ипотечных кредитов тем, у кого родятся третьи и последующие дети, заявил премьер. Увеличена и господдержка неработающим родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. С 1 июля выплаты им вырастут почти в два раза, что коснется около полумиллиона семей. Детально Дмитрий Медведев остановился на теме здравоохранения, объявив о планах провести всероссийскую диспансеризацию. В прошлом году ее прошли порядка 22 миллионов человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 60 миллионов. В рамках государственных гарантий с этого года мы расширяем программу диспансеризации. Делаем ее ежегодной для людей старше 40 лет. Вводим новые программы скрининга, выявления онкологических заболеваний. В ближайшее время я дам поручение о проведении в течение двух лет нашей стране всероссийской диспансеризации, потому что для этого уже созрели все условия. Причем нужно сделать так, чтобы люди не бегали между поликлиниками, а имели возможность обойти врачей в одной медицинской организации. Либо по месту работы, а если будет выявлено заболевание, получить рекомендации и продолжить лечение. И все это в свободный оплачиваемый день, который обязаны предоставить работодателю. Вот это очень существенные условия. Однако пока с условиями диспансеризации добавил глава Кабмина. Не все хорошо даже в мегаполисах, что уж говорить о небольших селах и маленьких городах. Сельским жителям зачастую приходится ехать к врачу за десятки, а то и сотни километров, а многие из-за отсутствия возможности этого не делают. По словам Дмитрия Медведева, регионы должны организовать такую систему медицинской помощи на селе, где не пациент едет к врачу, а врач идет к пациенту. Для решения данной проблемы развиваются поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Также, отметил глава Кабинета министров, правительство регулярно расширяет программу «Земский доктор», которая в 2018 году распространилась на малые города с населением до 50 тысяч жителей. А в соответствии с поручением президента будут сняты возрастные ограничения, чтобы в программе участвовали врачи и фельдшеры старше 50 лет. Ведется работа и по созданию амбулаторной онкологической помощи и сосудистых отделений. Мы переоснащаем региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Создаем во всех регионах сеть центров амбулаторной онкологической помощи и в 18 регионах так называемые референс-центры. Модернизируем диспансеры и больницы, где лечат онкологию. Начиная с этого года на лечение таких больных и проведение им химиотерапии мы дополнительно направили 70 миллиардов рублей. Всего за 6 лет вложим в борьбу с онкологией около 1 триллиона. Ненецкий округ на реализацию нацпроекта здравоохранения получит из федерального бюджета порядка 400 миллионов рублей. Средства запланированы на трехлетний период с 2019 по 2021 годы. Еще около 130 миллионов рублей на реализацию национального проекта, предусмотренное в бюджете Ненецкого округа. Так, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в текущем году планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе первичного онкологического кабинета поликлиники Ненецкой окружной больницы. В рамках еще одного регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Ненецком округе на базе окружной больницы откроется сосудистое отделение. В этом году будет закуплено оборудование для новых палат. Отчет Дмитрия Медведева о проделанной работе правительства уже прокомментировал депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Народный избранник подробно остановился на развитии сельских территорий, детском питании в школах, ценах на бензин и дачной амнистии. Давайте послушаем его интервью. Завершилось пленарное заседание в Государственной думе. Мы сегодня заслужили отчет о результатах деятельности правительства Российской Федерации за 2018 год. В течение полутора часов председатель правительства, админ Анатольевич Медведев, изложил подробный отчет о деятельности правительства. Еще полтора часа он отвечал на вопросы депутатов. В ходе его доклада, на мой взгляд, самое важное, то, что прозвучало, это, безусловно, выделен был приоритет. В практической зоне Российской Федерации это северо-морской путь, это северный широтный ход, это развитие сельских территорий, это изменение. Федеральный закон 44-й, о котором мы очень много говорим по закупке товаров и услуг. Мы его приняли вчера во втором чтении, 76 поправок было внесено, но осталось еще пять поправок, с которыми министры были не согласны. Поэтому сегодня Дмитрий Анатольевич предложил свой вариант по этим пяти поправкам, которые, я думаю, что всех депутатов устроит. Это пособие при рождении ребенка, те 50 рублей, которые сегодня при рождении выплачиваются, безусловно, с 94-го года. Я думаю, что эта сумма будет изменена, безусловно, будет увеличена. Это цены на бензин. Есть уверенность, что в ближайшие три месяца они увеличиваться не будут. И в ближайшую перспективу были отмечены те направления, по которым правительство будет работать с тем, чтобы нам сдержать рост цен на бензин. Это и питание для детей в школах, безусловно, чтобы было сбалансировано и качественное. Это дачная амнистия, которую было предложено председателям правительства продлить до 1 марта 2020 года. То есть много вопросов, те вопросы, которые волнуют, безусловно, жителей России и Немецкого автономного округа. Безусловно, я не могу вот в этой минуте все это обозначить. Но было принято решение совместное с председателем правительства, чтобы в Думе была создана рабочая группа, которая все вопросы, которые задавали депутаты, те проблемы, которые будут озвучены, они будут этой рабочей группой так или иначе решены. Я думаю, решены в положительную сторону в пользу жителей Российской Федерации и Немецкого автономного округа. Налоговые льготы для окружных предпринимателей, компенсации бюджетникам, работающим в сфере образования, культуры и туризма, увеличение числа получателей выплат ко дню пожилого человека. Эти и другие вопросы рассмотрели депутаты окружного собрания на очередном заседании комитета. Все вопросы, а в повестке их значилось более 30, будут вынесены на предстоящую сессию. На предсессионном комитете окружные парламентарии рассмотрели изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории региона. Речь идет о предоставлении компенсационной выплаты ко дню пожилого человека. Законопроектам предлагается включить число получателей выплат жителей округа, имеющих первую, вторую или третью группы инвалидности, срок проживания которых в округе составляет не менее 20 лет. Кроме того, парламентарии утвердили порядок установления величины прожиточного минимума. Внесение изменений в федеральном законодательстве предусматривает, что величина прожиточного минимума пенсионеров в субъекте Российской Федерации устанавливается в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионеров, утвержденным правительством Российской Федерации. И доводится до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена. Еще одни изменения в закон Ненецкого округа, который рассмотрели депутаты, касаются гарантии компенсации лицам, работающим в бюджетных организациях региона. Предлагается также лицам, приглашенным для работы в сфере образования, спорта, туризма и культуры, выплачивать с первого дня их работы процентную надбавку к заработной плате в полном размере, как я уже сказала, с первого дня работы. На ближайшую сессию вынесен и законопроект, направленный на поддержку предпринимателя, конкретно снижение до минимума налоговых ставок для региональных бизнесменов. Это фактически затронет все предпринимательское сообщество. Если ранее мы оказывали помощь и оказываем сейчас только не некоторому числу в виде грантов и субсидий, то это в принципе должно вызвать эффект масштаба, чтобы наши предприниматели вышли из тени прежде всего и, конечно, не пытались скрывать доходы, а фактически пошли в легальный бизнес. Также депутаты согласовали поправки в законопроект Ненецкого округа об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Согласно поправок, дома, в которых меньше пяти квартир, не будут иметь статуса многоквартирных. Настоящая редакция закона – это менее трех квартир. В случае принятия указанных изменений подлежит исключению из региональной программы 10 многоквартирных домов. Один в городе Нарьмаре, двое. Два в поселке Скатли, четыре в селе Оксино, два многоквартирных дома в селе Ома и один многоквартирный дом в поселке Хорта. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на заседании очередной сессии собрания депутатов Ненецкого округа, которая состоится 18 апреля. Реконструкция автомобильной дороги по улице Авиаторов начнется в этом году и завершится в соответствии с планом в 2020-м. В общей сложности на эти цели потребуется порядка 90 миллионов рублей. Работы по реконструкции автодороги запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Приведение автодороги по улице Авиаторов в нормативное состояние будет проходить поэтапно. В рамках первого планируется реконструировать участок проезжей части от здания, где располагается санэпидемстанция, до новой автомобильной дороги по улице Российская. Реконструкция коснется освещения, здесь его, видим, нет. Реконструкция коснется устройства остановок, устройства тротуаров и замены покрытия на новое. Второй этап почему не предусмотрен, потому что на сегодняшний день улица Авиаторов должна примыкать к улице Смедовича. Для того, чтобы она примыкала, необходимо снести, как мы видим, несколько жилых домов, которые на сегодняшний день еще не расселены. Улица Авиаторов небезопасна в первую очередь для пешеходов. Там, где нет тротуаров, люди вынуждены идти рядом с дорогой, а то и вовсе выходят на проезжую часть. На необходимость приведения автомобильной дороги в нормативное состояние неоднократно обращали внимание сотрудники госавтоинспекции. В прошлом году у нас сильно повысилась аварийность, было несколько случаев. В районе улицы Швецова сбивали и пешеходов, и аварийность там повышена. На сегодняшний день мы этой реконструкцией пытаемся уйти от потенциально аварийно-опасных участков. В рамках первого этапа реконструкции работы будут финансироваться из двух источников. 99% расходов возьмет на себя округ, оставшийся 1% – городской бюджет. В ближайшее время администрация региона выделит мэрии Наринмара 50 миллионов рублей на начало работ. Напомню, всего на реконструкцию автодороги по улице Авиаторов планируется потратить 90 миллионов рублей. Ирина Никешина, Леонид Жишелов, Телеканал «Север». 101-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня пожарная охрана. 17 апреля 1918 года в Советской России был подписан декрет об организации мер борьбы с огнем. Эта дата на 70-летие стала днем пожарного в СССР. Знаменательную дату сотрудники пожарной охраны Ненинского округа решили отметить экскурсом в историю. Лекцию о том, как все начиналось для ветеранов службы, прочитала сотрудник Краеведческого музея Марина Калавангина. Инициатором такого лектурия стало руководство пожарной службы ветераны. Одни обратились в музей, другие собирали семейные архивы. Лидия Рыбакова из династии пожарных, ее отец Трофим Тимофеевич Рочев, братья и сама она служили в пожарной охране. А все детство прошло на ПРК-14, старое здание городского поста. Я очень хорошо помню, когда сейчас, где стоит поликлиника современная наша, городская, там было деревянное здание, там был пожар. Выносили этих больных, лежачих всяких. Наш папа выносит этого больного, несмотря на инструктора в то время, по-моему. И вот он выносит больного, только успевает передать, и падает на него балка. Вот это я запомнила на всю жизнь. Горящая балка прямо на него упала. Ну, ничего, так обошлось, то, что каска, все. А если углубиться в историю, в Ненецком округе негласное летоисчисление пожарная служба может вести аж с 1647 года. Это на два года раньше вышедшего 30 апреля указа царя Алексея Романова. Согласно архивного документа, именно в этот год староста Пустозерска Семен Объедов издал указ о правилах пользования огнем. И все же рассвет противопожарной службы в Ненецком округе пришелся на 30-е годы. Сказать, что все было гладко, нельзя. На содержание столь необходимого отряда требовалось более 17 тысяч рублей в год. Денег не выделялось, поэтому сбрасывались буквально с миру по нитке. Впрочем, и дальше были трудности. Более 20 лет потребовалось нашему городу для того, чтобы построить капитальное здание пожарного депо, которое находится сейчас по адресу ПРРК-14. Скажем так, неоднократно этот вопрос поднимался, но сначала вопрос затягивался с решением определенных технических вопросов, потом помешала война. И после военной безденежья, и только в 1953 году все-таки началось строительство пожарного депо. В 1956 году часть построили, кстати, ее венчало Каланча. Были сформированы противопожарные посты на лесозаводе, а позднее в поселке Искателей. А пожарная часть для меня вообще была вечной загадкой. Помимо здания, которое стояло на ПРРК-14, я об этом ничего не знала. Поэтому с интересом взялась за исследование, и оно продолжается, оно не может быть закончено. Официально в нашей стране днем пожарной охраны считается 30 апреля. В этом году огнеборцы России отметят 370-летний юбилей. На Ринмаре в этот день состоится торжественный концерт. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Существует ли жизнь на других планетах? Насколько сегодня развит космический туризм? И чем отличаются палубные истребители от обычных? Эти и другие вопросы местные школьники задали известному летчику-испытателю, герою России Валерию Токареву во время телемоста со звездным городком. Видеоурок в режиме онлайн провели в рамках образовательного космического проекта «Через Арктику к звездам». Для старшеклассников это не только полезная информация, но и возможность познакомиться с теми, кто непосредственно причастен к покорению таинственной вселенной. Урок общий, аудитории разные. На связи звездный городок. Посредством видеомоста на рейнмарских школьников знакомят с легендарным без привлечения человеком. Астронавтом и героем России Валерием Токаревым. На его счету два полета в космос. На шаттле «Дискавери» и корабле «Союз». Между тем он испытал 44 вида самолетов и вертолетов. Диалог в формате вопрос-ответ старшеклассников интересует многое. Среди вопросов, в чем разница между палубными и сверхзвуковыми истребителями и верит ли Валерий Токарев во внеземную жизнь, ответ положительный. Технологии развиваются сейчас и предметом для обсуждения является космический туризм. Так вот такой вопрос, возможно ли это осуществить, как вы в принципе к этому относитесь. Герой России скрывать не стал. Космический туризм есть. Сегодня он активно развивается и даже признался, будучи командиром корабля «Союз». На борту находились не только члены экипажа, но и американский турист. В основном, что мы встречаем с контактным городом на данный момент, но я могу сказать, что жительское космическое агентство достаточно давно уже практикует поеду в космос космических туристов. В основной частности космические туристы был бы в полу. То есть я не стал с профессиональным астронавтом нашей биомократов, который когда-нибудь был господин генерал. А также интересует у нас другая работа в полу. Немало вопросов возникло и у школьников «Звездного городка», в частности к сотрудникам Наринмарского авиаотряда, которые также участвовали в телемосте. Это Сергей Осипенко, ветеран предприятия, и Злата Чевердынская, единственная в Ненецком округе девушка-пилот. Я хочу поздравить вас с праздником авиации и космонавтики и сказать вам большое спасибо за ваш вклад в авиацию и космонавтику. И пожелать в дальнейшем приумножать этот вклад и помогать развиваться в космической сфере индустрии более сильнее, более мощнее, чтобы мы по-прежнему сохраняли лидирующие позиции в этой сфере. Что касается Сергея Осипенко, то в 1994-м он принимал непосредственное участие в спасательной операции, которая развернулась в Баренцевом море при девятибальном шторме. Тогда потерпел крушение теплоход «Яхрома». На борту сухогруза находились 12 человек. Вот их с помощью лестницы поднимают на вертолет среди членов экипажа Ми-8. Валерий Афанасьев, Виктор Цивош, Валерий Остапчук и Сергей Осипенко. Чуть позже указом президента их первыми в России наградят орденами мужества. Эта история послужит ярким примером высокого мастерства не только пилотов, но и всего коллектива Наринмарского авиаотряда. Наградили до меня, можно сказать, за то, что страху натерпелся, честно сказать. Я был вторым пилотом, то есть там был экипаж, вот Валерий Евгеньевич был командиром, там, да, еще у нас один был командир, а я был, скажем так, помощником их. И когда все это в работе, там мы приняли сигнал, вот у нас руководитель предприятия, значит, нужно было собрать экипаж для вылета в море. Я тут изъявил желание. Все, подготовили задания полетные, подготовили вертолет, пролетели. Время было светло еще. Смотрим, корабль так полузатонувший, сухогруз. Вокруг него стоят большие, огромные корабли. Ну, подойти к нему не могут, потому что были сильные волны. Подобный телемост уже второй по счету. Видеоуроки в режиме онлайн проводят в рамках образовательного космического проекта «Через Арктику к звездам». Это целый комплекс различных мероприятий. Ребят знакомят с известными личностями, рассказывают о Вселенной и даже устраивают выездные экскурсии в звездный городок. Ребята уже с каким-то объемом знаний, с багажом, с интересом пришли вот уже к 12 апреля. И сегодня уже на втором таком мероприятии они могли, им есть что спросить, есть что сказать. У них мы видим, что есть интерес определенный. Возможно, может быть, с нашего округа кто-то и полетит в космос. Будучи у вас в городе, мы видели, сколько заслуженных, авторитетных людей живет, являются жителями звездного городка. У вас находится замечательный центр подготовки космонавтов, музей. Мне бы очень хотелось, чтобы не только мы, как уже где-то взрослые, но и присутствующие здесь школьники могли также прикоснуться к той истории, великой истории, которая сохраняется и приумножается в вашем звездном городке. Организаторы проекта говорят, телемост со звездным городком далеко не последний. Такие уроки должны стать традиционными. Встречи будут проходить как минимум раз в две недели, при этом с новыми гостями. Олег Итанзийский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды.